Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на очередной торговой сессии недели. Как и всегда, мы разбираем события, которые произошли на минувшей торговой сессии, в данном случае в ходе торгового понедельника. Смотрим, как открыли неделю основные валютные пары, основные инструменты, на которые мы традиционно обращаем внимание. Собственно, готовимся к событиям, которые на повестке предстоящих торгов и, как и всегда, стараемся дать полную, максимально тотальную оценку того, что на рынке происходит в плане важных, фундаментальных новостей. Надеюсь, друзья, что вы уже определились с тем направлением, которое, скорее всего, уже и занято вами, касательно того же самого доллара и евро. Очень хочется верить, что те аргументы, которые я привожу вам в последние недели, месяцы, какой-то из них, может быть, вас устроил, и вы в том числе и положились на один из тех домов, которые приводили. Потому что сейчас на рынке действительно важно уже определяться. У нас впереди уже, скажем, старт цикла, назовем так, сезон жесткой монетарной политики американского регулятора. У нас совсем скоро первое повышение процентной ставки за довольно длительный период времени и первое повышение ставки ФРС, которая, возможно, откроет дорогу для четырех аналогичных действий, собственно, в пересвете 2018 года. И каждый отчет, который у нас сейчас есть по штатам, разбирается, анализируется с двойным интересом, потому что мы, с одной стороны, пытаемся понять, насколько хорошо обстоят дела в данном секторе американской экономики, а с другой стороны, пытаемся использовать этот отчет для того, чтобы убедиться в том, насколько выросла вероятность проявления более жесткой политики, политики нормализации процентных ставок, более высоких ставок, к которым мы, собственно, и готовимся. Если вчерашний день не очень-то блистал событиями, скажем так, сессия была по статистике довольно-таки вялая, да и в целом, я вот сейчас выписывал котировки, уровни, мы не очень сильно отошли от тех значений котировок, которые наблюдали, собственно, на открытии, а в сессии понедельника, ну, максимум 10-15-20 пунктов. Вот наиболее интересное движение в паре доллар-канадец, поскольку мы смогли восстановиться с планки 1.28, с такой локальной поддержки до уровня 1.28-50, фактически снова приближаемся к нашему церевьевому ориентиру в 1.30, и поскольку сегодня у нас в 17.30 выступление Стивена Полза, который возглавляет канадский регулятор, будем рассчитывать на то, что он подтвердит выжидательную позицию, собственно, комитета, регулятора, которым он руководит, и позицию ответственных за политику ставок лица, то, что никаких изменений с ставками в ближайшие несколько месяцев не будет. Значит, мы сможем сделать акцент на то, что пауза взята, банк Канады будет афокусироваться на том, как потребители адаптируются к условиям и последствиям прежних решений процентных ставок. Это хорошая возможность спекулировать пока на нейтральной, жесткой монетарной политике, и уж в этом свете явно не покупать канадца. Также хочется отметить, друзья, то, что очень хорошая динамика сейчас для медведей складывается на рынке черного золота, а для Канады это основной экспортный ресурс, поэтому вчерашнее снижение котировок нефти и стал, на мой взгляд, основным катализатором ослабления канадского доллара, да и вообще роста пары доллар-канадца. Вот я предлагаю на этой ноте перейти, собственно, к нефтянке, поговорить о ней, потом, главное, опять же, зарезюмировать в том, что мы наблюдаем по паре доллар-канадца. Нептянка у нас снова ниже 65, 64,97 – это закрытие понедельника, и 64,83 – это текущий котировок. Мы держимся рядом с сопротивлением, которое меняет свой статус на поддержку этого обратно на сопротивление уже несколько сессий подряд довольно долгим и в этом времени. Но то, что вчерашний день был открыт распродажами – это хороший сигнал, это явно тенденция, которая настраивает нас на то, что вполне возможно распродажа может продолжиться и дальше, и изменения, которые произошли на основном, а в фоне, они усиливают нашу позицию. Вот логично было бы предположить, что понедельник рынка мог бы еще подержаться какое-то время, а в плюсе на рыночной эйфории, назовем ее так, после выхода статистики Бейкер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов тогда, неделю назад, их число сократилось с 800 единиц до 796. И разбирая этот отчет, можно было бы предположить, что раз снижается количество платформ, возможно, это предпосылка для оспада производства нефтештатов. Но я надеюсь, что такой вывод вы не сделали, поэтому, проанализировав данные от Бейкер-Хьюз, сделали правильные, скажем, выводы из той статистики, которую мы видели. И эти выводы заключаются в том, что, ну да, снизились немного, тем не менее, совокупное количество находится на таком высоком уровне, при котором мы все равно, даже обязаны говорить о том, что производство нефти в Штатах увеличивается. Развернулись мы почему? Потому что снова на передовую вышло обсуждение тех объемов, которые будут достигнуты американскими слансовыми производителями, да и в целом американскими производителями нефти в самое ближайшее время. Даже не берем сейчас говорить про весь 2018 год, я думаю, что мы смело можем пока ориентироваться на более близлежащие перспективы, скажем, до конца первого полугодия. И цели там были совершенно разные. Я думаю, то, что при сохранении текущих темпов объема добычи прежний ориентир в 10,6 падет довольно-таки быстро. И вчера, друзья, в подспоре, опять же, и для большей уверенности продавцам, статистика от администрации энергетической информации, тоже с прогнозом на будущий месяц, то есть на апрель, сколько нефти будет добыто. В соответствии с оценкой прогнозируемой данным ведомством, производство нефти увеличится на 131 тысячу до 6,9 миллиона, это сланцевого производства. То есть мы с вами готовимся к очередному месяцу роста, хотя я уверен, что истинная цифра по итогам месяца будет выше. И мы постоянно пересматриваем эти прогнозы, точнее сопоставляя реальные цифры с прогнозами, понимаем то, что даже оптимистичную оценку дают американские производители, потому что фактический объем добычи обычно превосходит. И, соответственно, если 131 тысяча ожидается, реальный ли это план, когда более чем, вы вспомните, что только на прошлой неделе у нас производство реакции превысило 80 тысяч, а в целом за две недели рост составил 100 тысяч. При сохранении подобной динамики этот показатель легко может быть перебыл. Соответственно, рост сланцевой активности будет и дальше создавать давление на представителей ОПЕК, и может стать самым настоящим признаком, либо, может быть, катализатором раскола, который, честно говоря, уже среди представителей Ближневосточного картеля, а лучше сказать, среди участников политического факта, назревает. И если раньше мы предполагали, что это возможно, потому что чем больше нефти будут добывать американские производители, соответственно, тем больше нефти они будут экспортировать, и тем большую долю глобального рынка будут покрывать за счет собственного производства. И сейчас мы наблюдаем как раз это воочию, этот прогноз и сценарий отрабатывается, и те, кто следит за рынком, считают, что стоит только Ближневосточному картелю потерять еще определенную долю очень ценного и важного азиатского рынка, как будет пройдена точка кипения, и произойдет этот момент X, когда многие страны ОПЕК просто откажутся от обязательств по снижению добычи и вернутся к прежним показателям загрузки. Нужны ли вам доказательства, друзья? Собственно, их в студию, поскольку накануне мы получили комментарий от министра нефти Ирана о том, что на предстоящей июньской встрече, кто-то считает, что она еще совсем далеко, но я думаю, что можно ориентироваться пока на июнь, и можно работать с вербальными словесными рисками, их тоже более чем достаточно. Так вот, по комментариям министра нефти, на июньской встрече ОПЕК лично этим государством, одним из ведущих производителей нефти, будет поднят вопрос о постепенном выходе из энергетического факта. И в случае положительного решения Иран буквально в считанные недели поднимет производство на несколько сотен тысяч баррелей. Если говорить конкретно по цифрам, примерно сейчас, если мне не изменяет память, добывается 3,6 небольших миллиона, они смогут увеличить табучу до 3,8 миллиона, а в перспективе ближайших трех лет чуть ли не удвоить этот показатель выработки. И чем больше сейчас в Штатах будет добываться нефти, тем с большей уверенностью мы сможем ссылаться на этот риск для глобального рынка черного золота, потому что если участники энергетического факта будут отказываться от обязательств, котировки очень быстро окажутся ниже 60 долларов за баррель. Потому что усилие ОПЕК – это единственный позитивный фактор, который сейчас присутствует на рынке углеводородов. И как только он испарится, собственно, с площадок, придется говорить только о росте нефтедобычи, снова о существенном превышении мировых запасов по средним показателям за последние много лет, и говорить о том, что рынок так и останется в таком дисбалансовом состоянии спроса и предложения. Поэтому, друзья, я считаю, что мы с особым интересом ждем с вами завтрашние цифры от администрации энергетической информации, получаем сигнал того, что производство нефти снова увеличилось, значит, тут же трансформируем это в еще больше риска для усилий ОПЕК, и я надеюсь, что хотя бы на этой неделе мы сможем заглачить нефтянку ниже текущих значений. Рубль 56.86, движемся к 57-й планке. Напоминаю, что впереди очень важное событие для российских геополитических реалий – это выборы, поэтому даже в случае серьезного обвала котировок нефти в несколько процентов, рубль, скорее всего, будет стабилен. Но чем больше сейчас будет выражена его стабильность на фоне слабых котировок к черному золоту, тем к более динамичному ослаблению мы будем готовиться уже к концу марта и на более поздние периоды ориентиры, как и раньше, 59-60. Доллар японский иен остается, думаю, по праву можно сказать. То есть данный дуэт активов дает целом американская валюта, одним из самых интересных валютных инструментов. Если мы посмотрим на содержание экономического критерия, вы поймете, чем это связано. Неделя практически пустая, но сегодня один из важных отчетов, может быть, даже самый важный недельный отчет – это данные по индексу потребительских цен по инфляции, а завтра и стопеду этой статистики подходит ронечная продажа. Рекомендую обратить внимание на прогнозы аналитиков, экспертов. На разных порталах они могут немножко разниться, но все равно в целом ожидается довольно неплохая статистика. Соответственно, мы можем говорить о том, что уверенности представители ФРС в перспективах экономического роста также получится. Мы можем говорить параллельно о том, что еще один блок статистики повысит нашу уверенность как трейдеров и спекулянтов в том, что политика будет ужесточаться дальше через рост процентных ставок. Не только фундамент я предлагаю сейчас использовать для покупок доллара и оправдания его потенциального роста. Я считаю то, что мы очень плохо и, скажем, доллар недостаточно качественно отработал довольно сильные релизы по уровню труда. Non-farm-parals, как вы помните, при основах рабочих мест выше 300 тысяч. Это максимальное значение за последние полтора года. Уровень заработки 4,1%. То есть минимальное значение уже с 17, точнее за последние 17 лет. И мы держимся на этой очень хорошей, качественной планке уже 5 месяцев подряд. Но мне очень понравилось сравнение, что вот тот блок статистики по рынку труда, который вышел в пятницу, он удовлетворил по сути всех. И спекулянтов на рынке Форекс, и спекулянтов, которые торгуют фондом инструментов. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно, в виде прирост новых рабочих мест, в виде довольно низких показателей уровня безработицы, не было причин для агрессивных распродаж доллара. Поэтому доллар остался на полову и держался там в районе 107 иен за одну единицу американской валюты. И при этом, казалось бы, если вышла сильная статистика по рынку труда, почему мы не увидели обвал американского фондового рынка? Дело в том, что, друзья, был еще один, третий отчет, это динамика роста заработных вклад. Я изначально ориентировал вас, прежде всего, на анализ этого релиза. 2,8, получается, 2 месяца назад, и в прошлом месяце чуть небольшое снижение, до 2,6%. И поскольку на фоне недостаточных темпов роста заработных вклад уже не такие актуальные и интересные ожидания того, что ФРС будет повышать процентные ставки, значит, и нет причин, чтобы снова обсуждать риск роста банковских ставок для корпоративного сектора Соединенных Штатов в Америке. Вот почему американский фондовый рынок держится на плаву, и вот почему, друзья, я призываю вас сегодня обратить максимум внимания на статистику по инфляции, потому что она в прямом смысле будет решающей и судьбоносной. Волатильность должна быть значительной, и завтра нам, безусловно, будет о чем поговорить. Но сегодня я настраиваюсь на то, что, по моему мнению, скорее всего, если те аналитики, которые были опрошены, это сотни, опять же, авторитетных мнений оказались правы, мы увидим все-таки улучшение динамики с инфляцией, соответственно, получим стимул для роста доллара, и, скорее всего, рост инфляции получит вероятность многократного повышения ставок в этом году, и, соответственно, можно там вводить американский фондовый рынок. Если вы интересуетесь этой секцией, сегодня вам нужно быть крайне внимательнее, работать с риском потенциального снижения. Вот, кстати, по S&P мы сейчас торгуемся на отметке 2,789, небольшой откат с максимумом 2,800 пунктов, но я думаю, что при развитии событий в соответствии с тем сценарием, который я отметил, американский фондовый рынок может просесть больше, чем на 50 пунктов. Это вполне нормальная волатильность, с учетом последних тенденций. Поэтому по доллару и иене мы уже видим небольшой рост, в частности, котировки 106.71, возможно, даже забрались повыше, сейчас уже сохраняем положительное расположение, в отношении этой валютной пары ждем выше 107. Пункт против доллара. Особо никаких новостей нет, но вот из интересного кто-то, не помню даже из банков, не хочу вводить вас в заблуждение, но, скажем, мнению этого банка можно доверять, посчитали риски для Европейского Союза и для Англии, а в случае, если после Брекзита не удастся достигнуть консенсуса по соглашению о едином европейском рынке, то есть о зоне, скажем так, прежней торговли. Если речь пойдет о жесткой процедуре Брекзита без единого рынка сохранения доступа к нему, то ущерб превысит 80 миллиардов долларов. И что самое интересное, друзья, большую часть этого ущерба возьмет на себя Европейский Союз. В этой связи я считаю, что мы, как и раньше, можем рассчитывать на то, что страны, понимая все вот эти глобальные риски, Европейский Союз и Англия, все-таки при последующих этапах переговоров по Брекзиту будут занимать более толерантную позицию, которая позволит выйти на какой-то общий знаменатель и через компромиссные решения позволит нам в итоге и всем тем, кто следит за этим новостным фоном, дождаться долгожданного события и новости о том, что консенсус достигнет. То есть Брекзит со всеми положениями, которые были позитивными, это тот самый доступ к единому профильскому рынку, будет без каких-либо, скажем, негативных исключений и проваловочек. Собственно, по фунту, действительно, ждем прогресса по переговорам. Я не знаю, друзья, когда он будет озвучен, поскольку рынок темнится с ходом переговоров, и мы только лишь по факту получаем какие-то комментарии. Но заведомо настраивались на позитив, думаю, что можно поставить на рост британца, как и раньше, и ждать пару выше отметки 1.40. Евро против свиси. Вот некоторое время назад мы стали рассматривать эту валютную пару, я рекомендовал покупки там с отметкой чуть ниже 1.16. Сейчас мы идем уже на тест планки 1.17, сохраняем длинные позиции, потому что на один неделю у нас заседание Национального банка Швейцарии, и уверен, что данный регулярно снова подтверждает важность сохранения ультрамягкой политики, направленная на ослабление франка против евро. И до отметки 1.20, собственно, мы можем еще смело бежать этот дуэт активов. По доллару Канадсу мы уже на части поговорили. Я считаю то, что сегодня, в ходе выступления Стивена Полоза, как уже было отмечено в начале этого брифинга, мы получим очередное свидетельство того, что Банк Канады более дни будет торопиться с повышением процентной ставки, возможно, до конца этого года. И в случае такой торики для канадца это явно будет не тот фон, на котором можно расти. Потому что раньше канадец прессинговал против американца за счет тех близких перспективов повышения процентной ставки, и сейчас они уезжают на неопределенный срок. Мы помним про ряд проблем, с которыми столкнулась канадская экономика, и помним то, что, возможно, одной из основных причин этих проблем были преждевременные шаги Банка Канады по росту ставок, потому что с июня прошлого года данные регуляторы повысили их трижды. И сейчас вот вынужден констатировать, что, возможно, нужно было ограничиться двумя повышениями процентной ставки. Мы видим, как падает активность потребителей. Но если вас не устраивает по Нью-Йорку падать, то, по крайней мере, находится не на таких высоких значениях, на которых, возможно, могла бы находиться. Не забывайте также еще про весьма актуальную тему переговоров по нафто, тех рисков, с которыми может столкнуться канадская экономика, если Трамп снова возьмет и займет позицию вне каких-либо поблажек для партнеров по северо-американскому торговому альянсу, то есть Мексики и Канады. И не забывайте также про снижение нефти, о которой мы уже поговорили, потенциал. Потенциал тоже был обозначен. Соответственно, вчерашняя такого сессия снова нам доказала, что Канаде среагирует на поведение нефтярки. Значит, цель наш 1.30 по-прежнему актуальна. Ну и что касается крипторынка, мы его вчера немного упустили. Снова на рынке хватает достаточно негативных новостей. Соответственно, друзья, эти новости пока не отпускают крипторынок, биткоин и, соответственно, альты. Не знаю, каким инструментом вы торгуете, но считают то, что все равно сейчас слисообразно сохранять короткие позиции. Биткоин у нас находится на отметке 9.291 и может оказаться ниже. Я считаю, что ближайшая цель для этого инструмента около 8 тысяч заединить. Вот на Ripple мы также обращаем внимание. Сегодня отрез конференции SEO Ripple. Я попробую последить за высказыванием завтра. Если что-то интересное будет, безусловно, вам расскажу. Но я думаю, что вы первые. Видите это в динамике Ripple уже сегодня. 0.77 котировки. Я считаю, что прекрасное значение. И каков, чтобы добавить этот инструмент в освоить акрипты портфеля, либо даже увеличивать его долю. По негативным новостям из последнего, что можно отметить, это решение финансового регулятора Японии, который некоторое время назад присоединил работу ряда криптобирж по подозрению к тому, что руководство этих бирж использует средства клиентов в своих интересах. И не забывайте также и про последний комментарий уже американского регулятора ASSEC, который снова обозначил крайне неопределенный статус того же самого биткоина и сослался на катастрофическое количество рисков, работа с которыми, собственно, чревата, если вы спекулируете биткоином. Ну и, соответственно, американские регуляторы, да и не только, скажем, американские регуляторы, но и регуляторы глобальных развитых экономик, подобные осуждения, они формируют настроение, потому что именно позиции отдельных государств и, я думаю, формируют долгосрочные тренды для рынка криптовалют, поскольку до сих пор не удается четко определиться с статусом и тем, стоит ли вводить элементы такого полномасштабного регулирования, мы будем вариться вот в этой неопределенности и работать пока с рисками, которых очень много. Пока новостная картина не меняется, и научный опыт, друзья, нужно помнить и понимать, что только лишь мощный фундаментальный позитив, в идеале бы тоже касающийся регуляции, только ему подсиловать, скажем, изменить вот эту нисходящую тенденцию. Пока его нету, не нужно питать особых иллюзий и считать то, что биткоин находится на тех самых уровнях, с которых его лучше всего закупать. Уже пора бы смириться с тем, что для этого активы также характерны и довольно часто в последнее время и нисходящие тенденции, которые могут приводить к обновлению многонедельных и многомесячных минимумов. Друзья, на этом, собственно, все. Из важных событий сегодня в 15.30 ждем статистику по инфляции в 17.30 ждем выступления председателя Банка Канады Стивена Полоза. Из МК день будет отсчет от Американского института нефти в 23.30 по запасам. Во всех этих ревизах мы уже с вами поговорили, назад уже будем резюмировать. На этом все. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова